Человека очень легко заразить ненавистью, заразить агрессией и таким образом опустить на более низкие вибрации. Жить на низких вибрациях это не очень хорошо, это даже часто плохо, но много людей так живут. Например, расскажу о себе, не буду никого критиковать, осуждать, расскажу о себе. В самом начале трата тушки, назовем это так, меня забрали в СБУ, потому что я сфотографировал блокпост и меня забрали в подозрении в сотрудничестве с врагом. Это было доказано, было доказано то, что я никому ничего не передавал, никакую информацию, я просто для себя, я по глупости, по незнанию, просто сфотографировал блокпост, опубликовал в инстаграм и меня за это забрали. Меня сразу же местные газеты написали, что я вот предатель, я живу, я из родом из маленького городка в Киевской области. Меня написали, что я предатель и моментально людям некоторые до сих пор, до сих пор верят, свято верят в то, что я предатель. Но не суть. И меня допросили, с меня сильно очень издевались, меня это самое, вот так и вот так, по-разному, по-разному и отпустили. Я думал, что я уже все, не жилец, но меня отпустили. Отпустили, потом прошло некоторое время, я в сети продолжал, я критиковал власть, критиковал трататушку, я критиковал действия командования нашего, естественно. И меня опять забрали, но на этот раз меня уже забрали официально. Прошлый раз было неофициально, ничего, там просто меня забрали и на подвал и все. Этот раз меня забрали в тюрьму, следователи, шмедователи, вот все эти вещи, немножко посидел в тюрьме. Я о чем хочу сказать, потом меня выпустили, хорошая работа адвоката, мое безупречное прошлое и хорошее поведение сыграли мне на руку. Мне дали три года условно и выпустили. Я пережил ужасы, второй раз я пережил ужасы более морального плана, потому что было страшно, это тюрьма. Я первый раз сидел в тюрьме и один человек, который в тюрьме, то есть СБУ нормально ко мне относились абсолютно, все нормально относились, но в тюрьме один человек, который просто издевался очень сильно, не взлюбил. То есть такой же, как и я, политзаключенный, сейчас их много, который с меня издевался и тоже не суть. Вот суть в чем, что я ему все прощаю. Я прощаю все СБУ, я прощаю все СБУ первый раз, когда меня просто, я думал, что все, что кони двину. Ну-ка, прощаю вторым, прощаю этому мужику, как его, Сергею Ивановичу. Старый дед уже 60 лет, но он такой прохаванный, с характером и очень недобрый, очень злой мужик. Я сделал выбор, у меня был выбор или обозлиться на мир, на жизнь, убежать куда-то за границу и оттуда посыпать всех фекалиями злости, негативами ненавистью, призывать к борьбе, к бессмысленной, кстати. И второй вариант, который я и выбрал, продолжать светить, продолжать жить, продолжать радоваться жизни. Не показушно, что вы, смотрите, все хорошо, а сам внутри всех ненавистью поубивал бы. Нет, абсолютно нет. Просто это делается, наверное, мне повезло, что у меня очень плохая память. На самом деле. Я много бухал когда-то, меня много по голове стукали. Вот у меня реально плохая память или просто от природы плохая. Я забываю. Я стараюсь забыть плохое. Оно было. Я помню каждый удар. Оно было. Ну, то есть помню. Но вот благодаря своей памяти только, что я вот просто все это отпускаю. Это, наверное, не в памяти дело, а просто в легкости сердца. Просто отпустил всех обидчиков. Отпустил. Да, еще после первого приема СБУ я шел по городу, меня встретили спортики. Обычные земляки, которые, а ты что, не в СБУ? А ты что, живой? Живой меня отпустили, признали, что я нормальный. И меня побили посреди улицы. И все нормально. То есть я даже их прощаю. Я всех прощаю абсолютно. Тех пацанов я вообще знаю лично. Дело в том, что как ты принимаешь мир, как ты вот на мир смотришь, такое же мир – это зеркало, это отражение тебя. Что у тебя в жизни происходит, то происходит и вокруг. Понимаете? И в моей жизни по-разному. Сейчас уже штормы все потихоньку успокаиваются, потому что я сам успокаиваюсь. Потому что мне надоело воевать, мне надоело бороться, мне надоела борьба постоянная. Абсолютно надоело. Потому что это очень сильно надоедает, очень сильно утомляет. И в тюрьме я понял, что нет смысла бороться. Нет, я не смог. Я не то, что не смог, я не смог побороть. Те, кто со мной были, коллеги мои по борьбе, они убежали за границу и оттуда мечут фекалиями, призывают к борьбе. Сами же сидя в безопасности полной, абсолютной. Я этого не понимаю до сих пор. Не понимаю. Я понимаю тех людей, которые есть у меня, другие люди, которые уехали за кордон. И просто сидят, просто начинают новую жизнь. Просто молчат. Просто пытаются созидать. Я же остался здесь, в Украине. Я никуда не убежал, но я никого не ненавижу. Абсолютно. Иногда приходят люди злые. Я понимаю, что сердце мое еще до конца не очистилось. Приходит ко мне ненависть, иногда клокочет в моем сердце, в моем сознании. Но я с этим работаю и с этим борюсь. Потому что жить в ненависти, в негативе, это плохо. И из-за этого приходят в твою жизнь некоторые плохие состояния, плохие люди, плохие события. Всех я прощаю. Абсолютно. Абсолютно всех. Всех и вся. И живу с открытым сердцем. Чего и вам желаю.